Лиза узнаёт, что Елена пыталась покончить с собой. Она открывает глаза Галине Васильевне на поведение Григория. Елену выписывают из больницы. Иван гарантирует врачу, что у неё будет покоя и забота. В долгом разговоре со Сверидовой Елена признаётся, что не может сразу разлюбить Григория. Лиза стремится возродить в ней надежду на лучшее. Ты знаешь, я много раз представляла себе, как Гриша меня бросит. Это было для меня навязчивым кошмаром. Я очень боялась его потерять. Мне даже снились сны, что он уходит от меня. Я бегу за ним, пытаюсь его остановить, плачу. А он всё равно уходит. Такой чужой, далёкий. А потом я просыпалась, он лежал рядом, я брала его за руку. Как бы я хотела сейчас проснуться. Лена, это не сон. Это реальность. Это надо просто принять. Просто, просто принять. Да я не знаю, как мне жить дальше. Как мне жить без него то, что я сделала. Это ужасно, это страшно, это стыдно. Это я даже никогда, я никогда не думала, что я способна на такое просто принять. А вы умеете танцевать фламенко? Мы умеем танцевать фламенко? Мы умеем всё. Верочка, один раз специально для вас. Смотрите, смотрите на ноги. На ноги, смотрите, и на руки тоже. Аплодисменты. Спасибо, спасибо. Скажите, а где у вас здесь туалет? Да, видимо, фламенко нам не понравился. Маша! Один ноль, вашу пользу. Машенька, покажите, где здесь туалет. Вера, возвращайтесь. Успехов, так говорится. Какой позор. Хорошо, Маш, да. Да, только у Маши есть мальчик Паша. Простите, не подумал. Ну, рассказывай, что там. Я смотрю, опять стал клубиться, что ли? Сколько тебя не было, лет пять? Да понимаешь, ну, скучно мне стало. А вот эта девочка, у нее есть что-то такое, такое чистое, свежее, наивное. Ой, Бармалей, чистая, свежая. Влюбился, что ли, опять? Ну, может, любовь, да. А я, кстати, даже с Ленкой поссорился за меня. Да ты что? Зачем? Все, любовь, морковь, на тусыщи потянула, что ли? Ну, а насчет тусы, это, знаешь, не по моей части. Не вера. Боже, что? Ну, приехала из маленького городишки. Захотелось ей вот этого кламура московского. Ой, скотина, старый ловелас. Ла-ла-ла-ла, насчет старого-то. Ты брось, мы с тобой еще о-хо-хо. Кстати, у тебя-то как, а? Женился, не женился, да, нет, ну-ну. Нет, ну, еще взбрендил. У меня хорошо, много подружек, масса удовольствия. Никаких обязательств. Какой женился? Ой, боже мой. Как я тебя завидую, а? Вон она. Ты знаешь, Ник, у моей принцессы не хватает одной маконькой детальки. Ее нужно немножко приодеть. Ой, ты тоже это заметил, красавец. Подлец. Молодец. Слушай, ну, помоги мне, у тебя есть что-нибудь там на примете? Ну, кто? За вкусом. Ну, есть. Ну, может, обеспечит, а? Ну, поможем. Если сможем. Нет, ну мы-то можем. Все. Да. Какой базар. Вы звоните, Галилович, вы звоните, звоните. Нет, я не могу. Леночка мне запретила, а я не привыкла своевольничать. Хозяева, они на то и хозяева, они знают, что делать. Галина Васильевич, да что вы развели тут какое-то крепостное право? Какие хозяева? Я сказала нет. Нет. Узная ваше упрямство, я так понимаю, что никакие доводы разума перед ним не устоят. Да? Ну, что ж, в таком случае не смею больше обременять вас своей персоной, пойду. Вот, пожалуйста, Галина Васильевна, передайте Еле Михайловне от меня эти цветы. Надеюсь, они ее порадуют, да. А, да, а как же, как же здоровье ее? Ну, сейчас, слава богу, ничего. Да, я думаю, за Митей. Да, она его так любит. Это придает ей силы. Разумеется, разумеется. Да, я бы рад бы навестить ее сейчас, да не хочу показаться навязчивым. Да, зайду как-нибудь попозже, зайду, зайду. Ну, что ж, передавайте ей от меня привет и пожелание скорейшего выздоровления. Всего хорошего, Галина Васильевна. До свидания. До свидания. Поможем, если сможем. Не, помогу, просто подружек много. Старик, посмотри, а что ты хочешь? Мне нужна такая, чтобы была помешана на шмотках и глянцевого журнала, чтобы не пропускала ни одного показа моды. И чтобы с утра до ночи моталась по бутикам. Это Кристи. Девушка такая. Она, по-моему, каждый год ездит в Милан, что-то там на распродажу последних коллекций. Настолько моды. Да, Кристи. Я надеюсь, что сейчас-то она не в Милане. Сейчас она не в Милане. Во Франции. Шутка, шутка. Молодец. Ты знаешь, только мне необходимо, чтобы уложились за один день. Просто вечером необходимо улететь из Москвы. За завтра, что ли? Ну, чуть сложнее, правда. Это просто там сколько? Ну, 10 процентов. От всего того, что они купят, Кристи отдашь? Не вопрос. Отлично. А ты что? Бутылки сдал. О, ты меня плохо знаешь. Ты когда-нибудь ходила по горящим углям? Мы как-то с Гришей отдыхали на одном курорте в Азии. И вот там игра была. Нужно было протанцевать на горящих углях. Вот у меня такое чувство. Я испытываю то же самое и сейчас. Только тогда мне больно не было. А сейчас больно. Очень больно. Лена, перестань страдать. Да что ты нашла в нем? Что, обыкновенный мужик? Да, да павлин он. Да таких мужиков миллион на свете. Мы тебе знаешь еще какого найдем? Ай, мне как воздуха не хватает. И каждую минуту, каждую секунду жду, что он позвонит. Слышу шаги на лестнице. У меня сердце замирает. Думаю, вдруг он вернулся. Ох, слышал бы он, а. Что ты о нем здесь говоришь? Оба обрадовался, оба хвост его распушил бы. Да я вообще не понимаю, как из-за мужиков можно убиваться. Ты, наверное, никогда не любила. Наверное, нет. Знаешь, я вот тебя сейчас слушаю и немного завидую. Шутишь? Чем уж тут завидовать? Потому что ты способна в такое чувство. А у меня этого никогда не было. Мне иногда кажется, может, мне не дано этого. Хотя ты знаешь, я сейчас встречаюсь с одним человеком. Такой трогательный, такой смешной. Мне кажется, что когда-нибудь мы с ним доживем до любви. Ну вот, видишь. Да? Леночка, вот букет. Какие цветы, Лена? Так у тебя есть поклонник. Так, что у нас? Через 15 минут, да, клуб уже открывается. Я все понял. Завтра, Кристи, ты завези ко мне. Я завезу. Только смотри, старик, я шариц по магазинам, ты знаешь, не люблю. Я Кристе доверяю, все, привезу. Ты знаешь, и ей нашептишь, что с деньгами-то не проблема. Не важно, чтобы мой малыш, боже, была одета, как королева. Ой, малыш, малыш. Я же забыл, ты же бутылки сдал у нас, да? Почти, я получил наследство, за рукой следим. И так далее. Извини, старик, у меня нет родственника, искусствоведа. Полный, знаешь ли, сирота. Я сейчас заплачу. Не надо, тебе идет улыбка. Что за наследство? Я очень рад, Семен Фридрихович. Что вы откликнулись на мою просьбу. Согласились идти. Хотите что-нибудь выпить? Что? Выпить? Нет. Я хочу смотреть, это сложно. Бух мой. Да. Вот он. Мой врубель. Печальный девушек. Дух изгнанный. Вегетал на набережную землю. Ай, господи. Да, 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 да. Что собираемся делать с ним? Да вот, знаете, хочу выставить его на сутбис. Не в третий комку же давай. Но мне нужна будет ваша помощь. С удовольствием. Скажите, уважаемый Семен Фридрихович, а вы знаете историю создания этого шедевра? Перестаньте меня обижать. Ну, как я могу не знать, мой друг? В мельчайших деталях. Художника сподвигла на написание этого полотна его безответная любовь к красавице, замужней даме, жене профессора Эмилии Праховой. Он обожал ее. Но она отвергла его любовь, и после этого он написал первый вариант демона. И вы знаете, как бы неосознанно в отмешку за поруганную любовь он изобразил Юлию в образе женщины-демона. Семен Фридрихович, я вас попрошу, будьте так любезны, составьте, пожалуйста, текст для буклета. И еще, сделайте подборку воспоминаний современников Врубеля об этом шедевре. За честь сочту. Ну вот, а я вам буду очень благодарен. Надеюсь. Это Иннокентий принес. Очень деликатный мужчина. Передал, сам ушел. Не хотел беспокоить своим присутствием. Девушки, а вы не устали от разговоров, нет? Леночке покой нужен. Да нет, Галина Васильевна, ну что, все хорошо, я совсем не устала. Нет, вы абсолютно правы, я с ней засиделась. Я пойду, Леночка. Спасибо, Лиза. Приходи. Иннокентий. Надо с ним встретиться мне, обязательно. Поблагодарить его. Действительно, такой внимательный, такой чуткий человек. Я же ему обязана жизнью. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты что такой печальный? Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо, ты Давай на ты Ты такой модный, стильный Ну ладно, начинается Заразилась от него что ли? Кофе искал пить Вот так ты мог бы мне посоветовать Какой-нибудь стиль в одежде Чтоб я выглядела так шикарно Слушай, давай не париться Завтра мы все сделаем Мы же договорились уже, да? Лена Михайловна, можно? Проходите, конечно, я вот вам и чашечку уже приготовила Если я не кстати... Нет, 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 что вы, вы же выпьете со мной чаю? Не откажусь, ну просто Галина Васильевна сказала, что вы чувствуете себя уже лучше, что держитесь молодцом, вот решил лично зайти и поедать Ну присаживайтесь А вы как себя чувствуете? Спасибо Спасибо Хорошо Ох, жара на улице Спасибо вам Иннокентий Теопалович за ваше внимание и за цветы Да И вообще, если бы не вы Да что вы, что вы Ну, о, женщины Загадочные для меня существа вы Не цените свою жизнь, Леночка, ну как это? Ну как это? Ну ведь жизнь прекрасна Она прекрасна Она почти, почти так же прекрасна, как и вы Разе Бог, простите меня, такой угловатый комплимент, но это правда Да? И не надо так страдать Вы, вы мучаете меня, вы сердце меня рвете, правда? Вот Кому и следовало Вы Ответить За все Так это вашему муженьку Я, я думаю, ему нужно немедленно позвонить Все ему рассказать И всю эту историю про Про и Вас Вот Пусть помучается Пострадает Хотя бы чуть-чуть А я думаю, что Не надо ему ничего знать Я Какое знаете? Справлюсь Справлюсь без него Что ты голову повесил? Ты нам нужен бодрый, веселый, работа вне проворота А я не знаю Я не знаю, получится ли у меня, не получится Ну какой из меня художник, из меня и мент такой Здрасте Что случилось-то, работа вне проворота Девушка в Москву косила Не, ну вот зачем? Ну вот обязательно вам сказать нужно было, да? Знаешь, грош цена такой девушки Раз она такого парня бросила И вообще, лучшее средство От головной боли Это гильотина Шутка Просто я хотела сказать, что Работа лечит Знаешь? А что ж любимым делом заниматься? И уверенность вернется И девушка вернется А нет, так другую найдем Правильно? Завтра будешь выглядеть сверхшикарно А какой мне цвет подобрать? Тебе, ну ты блондинка с углубленными глазами Тебе все пойдет Желтое, красное, фиолетовое вкрапинку Старик, давай мы завтра что-нибудь еще Как вариант, да? Подберем что-нибудь такое Пронизительно-бирюзовое Как море У нее глаза как море Кофе искал пить Все, мал Слушай, вообще мне нравится Море счастья Море улыбок Море... Море платьев А мне больше нравится гора платьев Малыш У тебя будет гора из платьев Господа У нее завтра будет Эверест Платьев Нет, ну я же головой-то понимаю Что ничего страшного не случилось Понимаю, не дурак Но все равно от тоски выть хочется И пить Вернее, не пить, а напиться Ну, не до творчества здесь Понимаете ли? Знаешь, Коль Вот, насколько я знаю Лучшие художники Свои лучшие картины творили И на минуты отчаяния Может, это испытание тебе какое-нибудь Может быть, ты еще великим будешь Может, я гонорар не устраиваю? Не, ну при чем здесь гонорар? Ну, что срок гонорар? Устраивает меня гонорар При чем здесь это? А что? Ну, я не знаю Я в себе не уверен Ну, может, чем быть в себе не уверен Просто не уверен и все Ну, значит, уверен, не уверен Уверен, не уверен Глаза боятся, руки делают Ты хотя бы попробуй Хорошо? Согласен Но только не сегодня, завтра У меня сегодня на дежурство еще Работай Работай, Коля, работай Ну, обязательно приходи Хорошо? Хорошо Пока Видите ли, я не уверена, что он вернется Если он из-за веры Отложил важные дела на несколько дней То ничего удивительного, если он отложит и на несколько недель Подождите Вы Я То есть То есть вы хотите сказать, что он завтра может не приехать? Да, именно это я и хочу сказать Григорий, Григорий Григорий Обидел же Обидел он вас Сильно обидел, я вижу Я чувствую Я не знаю, Леночка, я вас чувствую Но с другой стороны А вдруг покупатель разнервничается Выкинет что-нибудь непредсказуемое Я не знаю, дом сожжет или еще что Он безответственный ваш, Григорий, совсем Ирка Ирка Ты здесь? Молодец Ирка Столы Вытирала? А пол вымала? Чисто вымала? Молодец Ну все Можешь быть на сегодня свободным Иди домой Отдыхай Ирка Поцеловай Давид Что происходит? Ты выпил? Я? Я? Да Я напился как сапожник Не вяжу Лыка Вообще-то Лыка не видят А не вяжут Что ты хохочешь? Что ты хохочешь? Я просто Анекдот вспомнил Давай тебе лучше Я тебе анекдот расскажу А ты не будешь на меня так злиться Ну Я не злюсь-то тебе Ты лучше скажи мне по-разному Где Борис? Борис Баю-баюшки Баю Он наверху? Его сейчас не надо трогать Он Сейчас Как и я Наклюкались Ему сейчас даже хуже Давай я тебе лучше анекдот расскажу Самое место и время рассказывать анекдот Анекдотом, как и подвигом Всегда есть место и время Хорошо, рассказывай Поскольку на подвиг ты все равно не способен Сначала анекдот, потом подвиг Давай Сейчас Забыл Ну Братцы-кролики С вами все ясно А вы теперь рассказывай мне Что вы празднуете? Закрытие ресторана? У нас другого выхода нет Но Пока Борик спит Тсс Я кое-что придумал Давай идите Чего тебе? Отец, я пришел с тобой поговорить Только сначала пообещай мне, что не будешь орать, а выслушаешь меня спокойно Это важно для меня, я думаю, для тебя тоже Ну слушай, слушай, говори Я решил уволиться из милиции Не мое это Другим хочу заниматься Ты с какой печки свалился? Что значит он решил? Какой такой работой? М? Двореньком что ли? А, ну давай, давай А то к милиции не поступиться Слишком много крапивы Давай, давай Тебя только не хватало прибраться Ты только что пообещал мне Выслушать меня спокойно А разговор у нас с тобой какой-то односторонний получается Бестолковый Так, ну слушай у тебя, что за бзик у нас такой Это не бзик Это мое личное решение Ну это хорошо, наконец-то я слышу голос не мальчика, а мужчины Я тебе уже говорил, если ты, конечно, меня слышал Что я хочу поменять свою жизнь, она меня не устраивает Причем поменять кардинально Да, обидел вас, Григорий Люто Только вот, Леночка, я хотел вам сказать По поводу обиды Лично я Я не верю в обиду Это, знаете, такое Такое неконструктивное чувство Ну, вот представьте себе Я на вас обиделся Хотя это, конечно Ну, я на вас обиделся Это значит, что? Это значит, я своими собственными руками Сам построил между нами стену высоченную И вот я теперь сижу под ней Вы с той стороны Я очень хочу с вами пообщаться Но я стену эту не разрушу Потому как я на вас обиделся Ну, вот глупое дурацкое чувство Ну, хорошо Но только эту стену, как вы говорите Выстроила не я Конечно, я согласен, конечно Но все равно обиды обидами А дела делами Особенно, если они касаются безопасности Прежде всего вашей и вашего Мити Ну, нет Нужно немедленно звонить Григорий пусть приезжает Немедленно приезжает, разбирается сам Я не буду унижаться перед ним Понимаете? Я не уверена, что он вернется Но я попробую справиться сама Я не могу унижаться Я не буду ему звонить Я не буду этого делать Мой вариант Самый лучший Потому что другого нет Рассказывай Лиза Весь город Представь себе Знаешь, что где-то здесь Зажиты сокровища Все ищут, 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 ищут И не находят Потому что не знают, где А я знаю Я, Давид Сиробович Знаю, где И поэтому я найду Но никому не скажу Тебе Не скажу Потому что Когда найду, тогда скажу А Борик Будет спасен Я его спасу Молодец Ты Только ты Способен спасти Бориса Так Женщина, можно Без шуток Услышь меня Я что Мальчик Что Шутить такими вещами Давид Ты, конечно, гениаль Гениаль За твое Сосибели Я готова Миллион отдать Но если бы Все другие Так же ценили Твои таланты То у нас бы не было Оба проблем С деньгами И с долгами И тогда бы не нужно было Искать Сокровища Галина Михайловна Я Хочу вам Кое в чем признаться Я горжусь вами Нет, нет, правда Я горжусь тем, что Познакомился с вами Мои слова Абсолютно искренне Дело в том, что вы Удивительная женщина Вы Вы Сильная женщина Смелая Нет, нет Правды, правда Предстаньте Я сильная Да, и тем хуже Для меня Потому что Я не хотел Вас расстраивать Но видно Короче говоря Вчера, когда я к вам приходил Вечером На крыльце На ступенях Я обнаружил Вот, взгляните Что это? Неужели опять? Так Боря Боря Ну-ка вставай Боря, вставай Как тебе не стыдно Да как вам не стыдно С этим Доридом Нализались Взрослые люди Как поросята Что ты лежишь? Что ты лежишь? Надо что-то делать Вставай Боря, вставай Как тебе не стыдно Закрыли ресторан Да нужно что-то делать Нужно что-то решать Нужно придумывать Наконец выход из положения А вы лежите тут Ну-ка вставай 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 Тебе говорят Я же как Лена Михайловна Что? Лена Михайловна Что вам плохо? Господи Воды Галина Васильевна Воды Галина Васильевна Нет, нет Нет, нет Не надо Не надо Сейчас я Сейчас я Я справлюсь Сейчас я Сейчас Видите, видите Я же вам говорил Я же вам говорил Борис Борис Жуткий человек Он не намерен ждать Нужно немедленно звонить Григорию Немедленно звонить Сынок, ты так Головой-то своей Подумал, нет? А? Подумал Ну это же, наверное Ну решение какое-то Наверное Что-то уже С тихами заговорил По-хорошему, конечно Я должен был бы Выгнать тебя Но я не буду этого делать Я сдержу свое слово Ну и ты Прежде чем На что-то решиться Ты должен хорошенько Все обдумать Батя, я уже Все обдумал Так, и что уже Ты обдумал А? Ну ответь мне Ясно, четко Слух Ты что, решил катиться По такой же наклонной Как твой брат? Из-за этого Ты хочешь уйти из органов М? Ну отвечай, я слушаю тебя Я хочу стать художником С детства хотел, понимаешь? Ну и стань Кто тебе мешает? Я что ли тебе мешаю? Или родная милиция тебе мешает? И родная милиция тоже Вот как? Ну и ну Милиция ему мешает Стать художником Ну и куда же мы? Путь держим А? С чем мы можем Будем начинать? А? У тебя есть какой-то план? Есть Сначала вон Ресторан оформлю Ну а потом посмотрим Может в художку поступлю Пока не остановлю Коля, я тебя очень хорошо понял Я тебя очень хорошо понял Вот тебе мой ответ Если ты действительно нашел свою Как ты говоришь Дорогу Я тебе не буду мешать Пожалуйста, уходи Я заявление подпишу Но если ты Окончательно не определился Ты с этими глупостями Ко мне больше не лезь Спасибо, бать Не стоит Малыш, я не могу Я устал Понимаешь, все эти качели Карусели Все, я не могу Все Ну давай, давай Немного еще потанцуем Мне так нравится Здесь так здорово Такой шикарный клуб Мне так нравится, как ты танцуешь Малыш, я устал Ну а завтра Давай придем сюда завтра Здесь так очень интересно У Николаса действительно Классный клуб И самый такой интересный Ну пожалуйста А к тому же завтра здесь будет Шоу Фламенко Ну пожалуйста Фламенко Это вчерашний день А сегодня Николас Ну ты же сам говорил Что у Николаса в клубе Все самое стильное и лучше Ну пожалуйста Ну давай придем завтра Бой Знаешь, на кого ты похож? Знаешь, на кого ты похож? Ты похож на эту обезьяну из зоопарка Ну что быстро вставать Взрослый человек Ты кто? Ты же ушла к этому К граниту Ушла Точно галюники начались Белая горячая К какому граниту? Слушай, ну Как я ненавижу эту сумку Ты трогай мою сумку Платьечко какое-то Селенькое Миленькое Боря Туфельки Сколько надо ходить в этом Платье Сними Боря Все, я ухожу Понял? Ухожу До свидания Ой, как пополка Какой кошмар А у вас телефон есть? Да Да, ну вот Сейчас Минуточку Возьмите Возьмите Леночка Точно воды не надо Не принести, нет? Ну и правильно И правильно Звоните И пускай Приезжает И пусть он разбирается Он, а не вы Какой там у них номер? А, у кого у них В Москве? Ну что, 0-2 что ли? Да вы что? Ну, отделение милиции Леночка Да не вздумайте даже Вы, вы, вы что делаете? Вы что делаете? Борис? Я же вам говорил У него везде Свои люди понапиханы В милицию В первую очередь Я тогда вообще Что вы делаете? Лена, будет еще хуже Я вообще тогда Не понимаю, что делать Надо же что-то предпринимать Угроза нешуточная А я вам говорю Что? Нужно немедленно Звонить Григорию Пусть сам приезжает Пусть он разбирается Он, а не вы Пусть он нервничает А не вы Скажите А вы уверены, что сейчас Лена Я, я не то, что уверен Я знаю наверняка Нужно звонить Григорию Сейчас же Ну, ну, не жалеете вы Жизнь свою Ну, подумайте хоть о Мите Ну, пожалуйста Ну, пообещай мне завтра Что мы сюда придем Ну, я так хочу Я так хочу тебя Ты такой мужественной, сильной Ты понимаешь Слушка моя У меня есть одно дело Ну, вернее, даже дельце Ну, не надо отлучиться Ну, не надо Мы на чуть-чуть сюда Завтра вечером придем Ну, пожалуйста Кисонька моя Все, ну, сейчас пойдем 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 Николас Пошел, что ли? Ага Давай, до завтра Пока Вера, пока Все, давай Спасибо На небо улечу За тобой На край земли пойду За тобой И в воду, и в огонь За тобой Любимый мой Единственный мой На небо улечу За тобой На край земли пойду За тобой И в воду, и в огонь За тобой Любимый мой Единственный мой На небо улечу Субтитры создавал DimaTorzok